Всем привет! Должаем знакомиться с картинами по русской истории российского мецената-культуролога-книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля с пояснительным текстом историка-педагога Князькова Сергея Александровича. Итак, кратко описание картины Бориса Михайловича Кустодиева в московской гостиной 40-х годов. По замокслу историка Князькова и художника Кустодиева на картине изображен московский салон начала 40-х годов, так блестяще описанный Герценом, современником и представителем тех живых общественных сил, которые деятельностью своего ума и таланта творили грядущее пробуждение русского общества и руссообщественные мысли. На картине представлена гостиная, где, по словам Герцена, Боткин и Крюков наслаждались рассказами Щепкина. Он стоит на переднем плане слева, прислонивших к колонне, где молодой старик Тургенев мило сплетничает обо всех знаменитостях Европы. Он разговаривает с дамой на переднем плане справа. Это гостиная, за столом которой сидел с трубкой Чадаев и тщательно одетый снежным, как из воску, лицом, сердил от торопевших аристократов и православных славян колкими замечаниями, всегда отлитыми в оригинальную форму и намеренно замороженными. Сидящий рядом Грановский являлся со своей тихой, но твердой речью. За тем же столом Аксаков в русском кафтане свирепствовал за Москву, на которую никто не нападал. А задней них видна фигура славянофильского Ильи Муромса, разившего всех писателя и философа Хомякова, спорящего с кем-то невидимым за колонну. С хозяем дома здоровится гость из Петербурга. Это Белинский, который в гостиную иногда падал, как ангриева ракета, выжигая кругом все, что попадало, по словам Герцена. Справа, скрестив на груди руки, стоит сам рассказчик о московской гостиной. В этих кружках скоро стал видной, руководящей величиной и сам Герцен, писал Станкевич. Разнообразно образованный, полный интересов, научных, общественных, здоровитый и остроумный. Он соединял в себе все, что делало его беседу и сообщество привлекательным и живым. Ну вот так вкратце о картине Бориса Михайловича Кустодева, московской гостиной 40-х годов и сборника картины по русской истории, российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебель с пояснительным текстом, педагога-историка Князькова Сергея Александровича. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok